Добрый день, уважаемые друзья! Позвольте представиться. Загайнов Николай Александрович и Гурецкая Татьяна Анатольевна, научные сотрудники Народного Академического Университета Эволюции Разума, Одесса. В качестве предисловия к теме идеально подходит руба из средневекового мыслителя Амара Хаяма. Быть целью бытия и мироздания нам, Всевидящим умом, лучом познания нам, пойми же, человек, что круг Вселенной – перстень, где суждено сверкнуть алмазной гранью нам. Аксиантология – это система новых для нашей цивилизации научных взглядов на устройство мироздания, объясняющая смысл жизни человека и всего человечества и показывающая, что главной целью Вселенной является разумная жизнь. Аксиантология – это новое научное направление, новая парадигма в науке и новый путь развития человечества. Новое мировоззрение и новая наука аксиантология были представлены группой ученых-представителей научной школы наших предшественников в период с 2000 по 2009 год, которые основали школу нового мировоззрения, преобразованную в 2006 году в Народный Академический Университет Эволюции Разума «Науэра» в городе Одессе, Украина. Передача элементов этой науки продолжается и является последней попыткой повлиять на выбор разумного пути развития человечества. Выводы и предположения аксиантологии о глобальных процессах в нашем мире и, главное, как управлять этими процессами, получили подтверждение на практике. В структуре аксиантологического мировоззрения все знания современной официальной науки, соответствующей реальности, вписываются в природно-причино-следственные связи и получают новое объяснение, основанное на реальных законах природы. Прежде чем продолжить доклад, необходимо ввести несколько новых понятий и терминов. Мы знаем, что перед законом все люди равны, но в то же время по возможностям познания устройства мира, например, обучение, все люди разные, имеются отличники и двоечники. Согласно аксиантологии, по возможностям познания устройства мироздания существуют следующие варианты. Полиды. Полевая единица – это люди-движители, которые предпочитают действовать. Вицеи – это люди-аналитики, именно такие люди в составе НАУЭРА. Яни – это люди-творцы, именно такие люди входят в состав научной школы предшественников НАУЭРА. Это условное деление. В чистом виде таких людей не существует. Все люди нашего мира являются результатом непрограммной ассимиляции или смесью всех указанных типов с преобладанием одного из них. По оценке исследователя Юрия Александровича Фомина, при вербальном или словесном способе обмена информацией мы, вицеи и полиды, можем воспринимать до 500 бит информации в секунду. Буква русского алфавита равна 5 битам, а мозг воспринимает 4 миллиарда бит в секунду. Объем информации, передаваемой образами, на порядке больше, чем объем информации, передаваемой в виде словесного описания. Люди нашей цивилизации утратили возможность мыслеобразного информационного обмена. Но эту способность можно восстановить, и первый шаг на этом пути – это учеба в НАУЭРА. Почему мы заостряем на этом внимание? Потому что в научной школе предшественников НАУЭРА большая часть информации передается в виде мыслеобразов, а не словами, как в современной науке. В Янской школе обучаемых искусственно подключали к полевым экранам и отдавали мыслеобразы, значения которых были понятны без слов. Полевый экран – это свойство человека получать, формировать и передавать мыслеобразы, подобно картинкам во время сновидений. Самое сложное для Ян было специально для ВИЦЕев придумывать термины, определения и понятия, чтобы сложилась определенная картинка. Какова скорость передачи информации при обучении в Янском варианте? Точных данных у нас нет. Есть информация о том, что объем знаний, передаваемый лекционным путем за 300-500 лет при помощи полевого экрана, сокращается до 4 лет. Именно такой срок обучения в Янской школе. Сравните скорость передачи информации при обучении у полидов и ВИЦЕев 500 бит в секунду, а в Янском варианте возможно 4 миллиарда бит в секунду, а может и больше. Чтобы ВИЦЕям достичь подобной скорости обучения, надо начинать с учебы в НАУ-ЭРО. Прежде чем начать знакомство с введением, необходимо понимать, что любая наука – это не собрание безупречных истин, а понимание устройства Вселенной, земного мира и их элементов на сегодняшнем уровне развития общества и разума людей, создающих эту науку. И ничего более. Возьмем в качестве примера официальную науку. Знает ли она устройство природы? Является ли она собранием безупречных истин? По некоторым данным, существует несколько десятков гипотез об устройстве мироздания, а единой теории, подтвержденной практикой – нет. Ответ на поставленные вопросы – отрицательный. Рассмотрим достижения научной школы предшественников НАУ-ЭРО. Единая теория мироустройства, подтвержденная двухтысячелетней практикой, существует. Значит, эта теория приближена к истине? Да, конечно. Можно ли сказать, что наука предшественников познала все и является собранием безупречных истин, ведь в составе этой научной школы разумные человеки, получившие признание от вышестоящего разума? Нет, научная школа предшественников познала не все. Даже творец нашей Вселенной, создавший пространство времени, его составные части, полевые и вещественные объекты и субъекты, определивший законы полевого и вещественного мироздания, знает не все, иначе зачем ему созидать, проводить опыты и достигать поставленные цели? Из данных рассуждений мы можем сделать вывод, что предложенное понимание сути науки верное. Вполне возможно, что через некоторое время мы узнаем об аксиентологии больше, чем на данный момент, и наше понимание этой науки и, соответственно, ее начальные образы поменяются. Это нормальный ход развития любой развивающейся структуры, а тем более системы научных взглядов. Основатели университета в своих лекциях в период с 2000 по 2009 год отдали слушателям элементы теории и информации, совокупность которых создает другое понимание устройства мироздания. Наиболее полно и глубоко элементы аксиентологии сформулированы в книге «Рыцарь и споднятым забралом», написанном одним из основателей науэра Владимиром Евгеньевичем Шарашовым, Лиасом. Учредители науэра не планируют самостоятельно писать теоретические разработки и учебники по аксиентологии. Причины этого изложены в начальном базисном курсе науэра, а только отвечают на сформулированные вопросы, основываясь на знаниях своей научной школы. Коллективу университета эволюции разума на базе полученной информации необходимо самостоятельно пройти путь научного познания. Это то, чем университет эволюции разума сегодня занимается. Отдельные элементы всех данных ступеней научного познания в аксиентологии и науке науэра уже существуют. Представители научной школы предшественников отдают информацию в упрощенных образах, подобных тем, которые применяются в официальной науке. Это делается для того, чтобы слушатели могли понимать смысл того, о чем идет речь. Язык современной цивилизации не имеет слов и понятий, отображающий реальные физические процессы в природе и действительные полевые образы мироустройства. С одной стороны, упрощенные образы позволяют понимать суть происходящих природных процессов, а с другой стороны, отсутствие инструментов слов и понятий представляет определенную сложность при осуществлении попыток исследования и систематизации. Приведем всего одно мнение о состоянии современной науки. Алексей Николаевич Дмитриев, доктор геолога минералогических наук, профессор, сотрудник книги геофизики РАН. Современная физика является собой весьма жалкое зрелище. Мы не можем ни спрогнозировать, ни предотвратить природные катастрофы. Каковы же причины вышеуказанного состояния фундаментальной науки? Наш мир на планете Земля, Солнечная система и вся Селенная представляют собой единую взаимозависимую систему. Значит, и наука, описывающая ее, также должна быть единой системой. К сожалению, современная официальная наука раздроблена на узкие направления и практически не учитывает взаимосвязь с окружающим миром. Не существует единой теории устройства мироздания и соответствующего миропонимания. Конечно же, ученые ищут выход из научного тупика и пути дальнейшего развития науки и цивилизации. Следует сказать, что в ходе поисков часть официальных ученых пришли к выводу о существовании высшего разума и единого источника знаний, из которого они иногда спонтанно черпают свои открытия. Существуют научные работы, созданные научно-популярные фильмы, где прямо называется «Источник информации. Инфополя». Но что представляет из себя этот источник знаний и как его использовать, наука не знает. Учитывая, что официальная фундаментальная наука в тупике, о чем свидетельствуют выше приведенные высказывания, научное сообщество подошло к необходимости кардинальных изменений, научной революции. А что это такое? Научная революция – это период коренной ломки, трансформации, переинтерпретации основных научных результатов и достижений. А как в официальной науке воспринимают новации, а тем более научные революции? Приведем мнение геофизика Яницкого. Новое в науке, особенно такое, которое ломает общепринятые представления, всегда принимается с трудом. Чем выше на иерархической лестнице в научном учреждении стоит облеченное властью лицом, тем сложнее оно может примириться с новацией, которая, как правило, для него означает научное самоубийство. Некоторые ученые предполагают в своих науках отдельные революционные, с их точки зрения, изменения. Но они не носят всеобъемлющего характера и, как правило, не подкреплены успешной практикой. Возможен ли другой вариант развития человеческого познания и другой вариант развития науки? Быть может, предположения отдельных ученых о том, что существует вышестоящий разум и имеется единый источник знаний, из которого они иногда черпают свои открытия, на чем-то основаны, и это можно объяснить и доказать? Попытаемся это сделать, представляя вам науку, которая развивалась именно как другой вариант развития человеческого познания. Основу этих знаний отдали людям на нашего мира представители вышестоящего разума 20 веков назад. До 2000 года научная школа, развивающая эту науку, не имела права отдавать знания о реальном устройстве мира остальному человечеству. Информация о причинах этого запрета дается в начальном и базисном курсе Университета эволюции разума. Науэра предлагает научному сообществу и всему человечеству систему научных взглядов и практического опыта, которую назвали аксиантологией. Название науки аксиантология предложено 23 сентября 2008 года автором книги «Рыцарь и споднятым забралом», одним из основателей науэра Владимиром Евгеньевичем Шарошовым, лесом. На нынешнем этапе развития аксиантологической научной школы в науэра, и учитывая, что современные ученые по степени развития делят науки на описательные и математизированные, предлагается следующее развернутое определение. Аксиантология – это описательная наука, базирующаяся на новой парадигме, на подлинных законах мироздания. Используя соответствующие реальности достижения официальных наук и философии, аксиантология показывает результат творения высшего разума нашу Вселенную, ее часть – наш мир, логичную картину их устройства, главную ценность – разумную жизнь. А жизнью является все, как полевое, так и вещественное мироздание. Первым и главным объектом, целью изучения аксиантологии является человек и ему подобное. Эволюция их разума, взаимодействие с окружающей средой, а также основы биологической и полевой жизни. Сократим развернутое определение до одного предложения. Аксиантология – это наука, изучающая мироздание, все формы жизни человека и человечества, как ценность мироздания и как единую взаимосвязанную систему. На основании выше приведенного можно предложить еще более сокращенное определение, которое сформулировал Владимир Евгений Широшов. Аксиантология – это наука, изучающая ценность сущего. Постепенное познание устройства и законов мироздания неизбежно приводит к выводу, что Вселенная представляет собой живую, разумную сущность полевой и полево-вещественной формы жизни. Цель развития Вселенной состоит в получении конкретного результата. Наша планета и наш мир являются частью и разумным исполнителем ее задачи, а именно создание биологической формы жизни и наделение лучшего ее представителя возможностью разумно-созидательно мыслить, творить и выполнять задачи вышестоящего разума. Подтверждением, столь неожиданным для большинства современных ученых, выше сформулированного вывода утверждения может служить предвзятый взгляд на имеющиеся и подтвержденные научные факты. Эти факты имеются в астрономии, биологии, ботанике, палеонтологии, математике. Например, фрактальная геометрия, описывающая устройства, а фактический принцип создания биологической и не только биологической формы жизни. Приведем пример. По мнению геофизика Яницкого, выполненные в 1950-1980-х годах фундаментальные исследования позволили уточнить существующее представление о строении Земли и ее энергетике и подтверждают самоорганизацию физического пространства. Ложные представления о вмещающем нас в мире, начиная со строения Земли и кончая механизмами формирования погоды и стихийных бедствий, являются самыми опасными. Но никто из современных ученых не может предложить, каким образом понимать разум Земли и как с ним взаимодействовать. Аксиентологическая научная школа предшественников Науэра имеет двухтысячелетний опыт взаимодействия с разумом Земли и представителями вышестоящего разума. С точки зрения аксиентологии, жизнью являются не только биологические структуры. Живым является все. Аксиентология наших предшественников изучает физические объекты с точки зрения существования процессов обмена информацией, а не веществ. Самым лучшим и эффективным инструментом познания в аксиентологии являются не технические приборы, применяемые современной официальной наукой, а биополевая структура человека разумного, способная создавать мыслеформы, с помощью которых возможно общение и взаимодействие с вышестоящим разумом, полевой, полевовещественной и полевобиологической формами жизни. Например, для взаимодействия с полевой структурой нашей планеты. Аксиентология уже проверена на практике научной школы наших предшественников в течение 20 веков ее развития, а начиная с 2000 года практической работой НАУЭРА. Предшественники НАУЭРА – это закрытая научная школа, которая была основана в 37 году нашей эры в Греции и существовала в нашем мире до 12 июня 2000 года, дата окончания программы нашего мира. Ее история изложена в лекциях университета. Эта школа изучала и описывала окружающий нас мир на основе парадигмы, истинность которой проверена 20-ю столетиями практической работы. Некоторые представители научной школы наших предшественников проявлялись в социуме как официальные ученые, но были вынуждены тщательно скрывать свои подлинные знания о мире. Назовем всего несколько из известных нашей научной школе фамилий. Это Коперник, Галилей, Исаак Ньютон, Мария Складовская-Кюри, советский физик Андрей Дмитриевич Сахаров. Сокрытие информации о подлинном устройстве мира было необходимо в связи с законом информационного запрета. Это прежде всего принцип «не навреди» наложенным высшестоящим разуму на человечество нашего мира. Это сделано для того, чтобы современная цивилизация не смогла создать оружие, способное уничтожить все человечество и разрушить нашу планету. Однако не навредить удавалось не всегда. Вспомните, в какую сторону было развернуто знание о расщеплении атомного ядра. В связи с этим логично предположить, что после Второй мировой войны вследствие создания атомного оружия, способного при одновременном применении уничтожить человечество и даже разрушить планету, а также и других видов оружия массового поражения, закон инфозапрета соблюдался очень жестко. Его результатом стал застой фундаментальной науки со второй половины XX века. И поэтому наше человечество фактически осталось цивилизацией паровых машин. Правда, некоторые страны научились вместо дров и каменного угля использовать опасное ядерное топливо. Но в этот период прикладные технические и технологические направления научных поисков развивались очень быстро и дали результаты, позволившие создать новые инструменты для проведения научных исследований и приборов бытового применения. Практическая работа аксиантолога заключается во взаимодействии с разумом Земли путем обмена информацией при помощи мыслеформ, образов, называемыми репродуктивными формами реальности, репрофорами. Разум Земли, основываясь на репрофорной информации, выполняет поставленные задачи и создает вещественные структуры или события, необходимые оператору. Современное человечество по возможностям познания имеет несколько типов, и каждый вариант различается устройством своей полевой структуры от самой простой животной структуры до сравнительно сложной и многофункциональной. Представители научной школы предшественников называют себя яни и отличаются от большинства людей более сложным устройством своей полевой структуры, и поэтому не могут свой опыт и знания переложить в кладовые памяти людей с простой полевой структурой, у которых нет соответствующих полевых программ, но они могут показать и подсказать. На вопросы людей с более простой полевой структурой они отвечают, опираясь на базу своих знаний. Люди, способные теоретически познать аксиантологию и работать в качестве полевых операторов по аксиантологической терминологии, называются ВИЦ и ВИЦ и ФЭЭТы. В научной школе наших предшественников весь опыт и знания изначально были сосредоточены в одной науке – аксиантологии. Аксиантология – это единство теории и практики. Полевые структуры ЯН позволяют объединить в одной науке всю информацию и использовать ее на практике как знания. Вот почему аксиантология включает в себя все науки. Любая наука изучает и описывает мир и Вселенную на основании постулатов, совокупность которых в науке называется парадигмой. Если попытаться составить парадигму официальной физики, то мы выйдем на постулаты, выдвинутые основателем науки в современном понимании – Исааком Ньютоном. Давайте сравним постулаты нашей научной школы. Мир абсолютно материален. В основе вещества и всей материи лежит первичность энергии и информации. Материя имеет дискретную природу. Мир программен. Жизнь и следствие программности нашего мира. Программность подчинена законам периодичности во времени. Любые программы имеют начало и конец. То есть все явления и процессы конечны. Процесс созидания безразумного начала невозможен. Существует высший разум – творец. Разум – понятие относительное. Современная физика вплотную подошла к принятию данных постулатов. В аксиантологии существует понимание, что мир, в котором мы живем, и вся Вселенная является живым разумным организмом, полевой и вещественно-полевой форм жизни. Под понятием «творец» понимается живая разумная структура, существующая в той или иной живой среде. Хотелось бы дополнить Татьяну Анатольевну. Дискретность мы понимаем не так, как понимает современная официальная физика. Об этом будет доклад в субботу в 13 часов. По данным аксиантологической науки существует следующая иерархия операторов-творцов. Создатель. В качестве образа создателя мы взяли образ мегаглобуля. Или его вещественное подобие – зигота. Это женская яйцеклетка на пятый день после оплодотворения. Вселениум. Это полевая вещественная структура Вселенной. Высшая полевая триада. Это часть разума Вселениума. Три единые ирсы каждого уровня Вселенной. На Земле они появлялись в человеческом виде, как триада полево-биологических структур. Они нам известны по именам Крисус, Тосия, Ситоферма. Полево-биологические структуры ПБС – это учителя человечества. В нашем мире их нет уже почти 4 тысячи лет. Но есть представители научной школы предшественников, основатели науэра, разумные человеки, имеющие в надсознании структуру, аналогичную структуре ПБС. Они достигли с 6 до 12 степени разумности. Это наши учителя. Биополевые структуры, БПС – это люди. Люди, которые пошли по пути разумности, постепенно становятся разумными человеками, операторами, сотворцами. Первый шаг на этом пути – это учеба в науэра. Наша планета Земля, как разумная программная структура, выполняет задачи, заключающиеся в создании дискретных миров, где могла бы жить биологическая форма жизни. БПС или «человеки» – это последние операторы, выполняющие главную задачу Вселенима – перенос и запись информации Вселенима в Мысленим-2. После окончания программы жизни Вселенима в Мысленим-1 его личность переходит в Мысленим-2, а затем снова в Мысленим-1. Данный процесс должен обеспечить бессмертие высшего разума нашей Вселенной. Человеки, разумные операторы, могут свободно переходить из Мысленим-1 в Мысленим-2 и обратно. Одним из самых важных разделов аксиантологии является изучение устройства и принципов работы биологической клетки. Для понимания основ оперативных возможностей человека необходимо рассмотреть некоторые особенности и свойства клеток человеческого организма. Внутренние и внешние среды клетки человеческого тела имеют свойство накапливать энергетические заряды с противоположными знаками, плюс и минус. Клетки мембраны к внутренней и внешней среде являются нейтральными. За счет нейтральности мембраны мы можем выполнять оперативные функции, указанные в предыдущем разделе. Человек и человечество в целом подобны мембране внутри среды, в которой создан наш организм. Если привлечь энергию из внешней среды, то на внешней поверхности мембраны клетки заряд увеличится. И наоборот, при уменьшении энергии заряд уменьшается. На эти процессы реагирует внутренняя среда клетки, соответственно, изменяя заряд у внутренней поверхности мембраны. Заряд, который образуется внутри клетки, рождает реакцию внутри не только самой клетки, но и внутри ее структурных элементов, атомов. Происходит привлечение энергии, необходимой для того, чтобы уравновесить эти заряды. С точки зрения аксиантологии, внутренняя среда клетки реагирует информационно. Аналогом или наглядной моделью энергетического взаимодействия зарядов внутри и снаружи клетки может служить стеклянный шар с электрическими разрядами, внутри реагирующий на прикосновения снаружи. Таким же образом мы способны воспринимать информацию из одной протосреды М1 и передавать в другую М2. Мы являемся нейтральными управляющими мембранами, способными информационно управлять средой мыслей аниума 2. Человеки должны научиться структурировать мыслей аниума 2 с помощью разума. Для этого необходимо уметь считывать информацию из мыслей аниума 1, понимать ее с помощью сознания, закладывать свой вещественный гимном, уметь выстраивать мыслеформы, репрофоры, управляющие мембраной и в результате по образцу и подобию информационно структурировать пространство времени мыслей аниума 2. В качестве внепрограммного взаимодействия людей нашего мира со средой М2 можно привести известные случаи самовозгорания людей, когда тело сгорало полностью или частично, а их одежда оставалась нетронутой. Люди, вошедшие в программы полевой работы на ООР, от таких случайностей программа защищены. Более подробно о возможностях человеков рассказано в книге «От Альфы до Омеги», написанной Владимиром Евгеньевичем Широшовым. Необходимо отметить, что люди нашего мира в настоящее время по состоянию здоровья и своим энергетическим возможностям передавать информацию мыслей аниум 2 не способны и не являются с точки зрения программ Земли «Человеками разумными». Смысл жизни человечества утерян. Чтобы люди нашего мира смогли стать человеками разумными и восстановили смысл жизни, надо начинать этот процесс с обучения в НАУ-ЭРА. Более подробно о практике полевого программирования желающие могут узнать на базисном курсе обучения в НАУ-ЭРА, куда принимаются все желающие. Имеется возможность дистанционного обучения. Вся информация есть на наших сайтах в интернете. А теперь выводы. Официальная фундаментальная наука в тупике. Научное сообщество подошло к необходимости кардинальных изменений, трансформации, переинтерпретации основных научных результатов и достижений к научной революции, цель и суть которой принципиальное видоизменение всех главных стратегий научного исследования и замена парадигмы. НАУ-ЭРА предлагает для научного сообщества и всего человечества революционную новую систему научных взглядов и практического опыта. Аксиантологию, имеющую историю развития в течение 20 веков в Янской научной школе, а с 2000 года и в Вицейской. Аксиантология базируется на парадигме, отличающейся от парадигмы нынешней официальной науки и представляет собой другое видение мира и всей Вселенной. Переход на аксиантологическое мировоззрение позволяет из людей нашей цивилизации сделать человеков разумных, что является основным условием выполнения программы эволюции разума. Если хотя бы часть человечества пойдет по программе эволюции разума, то результатом этой программы будет сохранение нашего мира, наше участие в создании следующего дискретного мира и программирование его для себя с целью последующей жизни в нем. Передача элементов аксиантологической теории продолжается и является последней попыткой повлиять на выбор разумного пути развития человечества. Если эта попытка потерпит неудачу, то у нашей цивилизации нет будущего. Такой вывод сформулирован как представителями аксиантологических взглядов, так и отдельными представителями официальной науки на основе перспектив развития. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну, доклад предследовал смысл с целью ознакомления. Мы будем считать, что мы как бы поняли некоторые моменты. Или вы хотите вопросы? Ну, давайте, есть минута. Пожалуйста. Вот известная книжка, которая поливала. Комитет 300. Так, вопрос задайте. Она мне такая известна. Ну и что из этого? Тихо, 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 сейчас. И последующие книги. Так, у меня вопрос другой. Вот в качестве образа Творца вы изобразили, сейчас минутку, зиготу на пятом дне жизни. Посмотрите. Почему зигота на пятом дне жизни? Значит, там было сказано подобие, вещественное подобие. А почему пятый день жизни? А потому что... Я не агрессивно к вам, я просто вопрос не делюсь. Нет, я понимаю, я понимаю. Просто что такое... Сейчас вам покажу. Нет, я просто дам справку, я просто потом подумайте, вашим авторитетом скажите. Итак, 40% гинекологов считает, что беременность наступает не в матке, а в фаллопиевых трубах, когда спермия и яйцеклетка встречаются. 60% считает, что тогда, когда происходит имплантация в матке. Значит, зигота развивается в матке, а жизнь, то есть момент творения не связан с этим процессом. Отсюда вывод. Рассматривать зиготу как образ на пятом дне, тем более, ну, по крайней мере, есть вопросы. Я не критикую, я обращаю ваше внимание. Отсюда, кстати, проблемы абортов. То есть церковь, как считать, когда момент жизни наступает. Если беременность наступает в фаллопиевых трубах, то тогда это одно. А если, значит, в матке, то другое. Это чисто этический вопрос, связанный с религиозным воззрением. Вы в качестве образа творца выбрали второй вариант. Это ваше право, но я обращаю внимание, что есть вопросы. Дело в том, что в нашем... Никто не знает, я понял, да. Уважаемые друзья, послушайте. В нашем вещественном мире нет аналогов, подобных тем процессам, которые проходят в поле в мире. Но для того, чтобы... Никто не знает, что такое поле. Вот в этом проблема. Ладно, все, давайте мы закончим. У нас будет круглый стол, можно... Если вы знаете, что такое поле, скажите кому-нибудь, вам Нобелевскую премию сразу дадут. Физики не знают до сих пор. Я предлагаю всем изучить... И что такое электрический ток, они не знают. Потому что выясняется, что они понимают, что такое электрон. И так далее, и тому подобное. Вот именно поэтому мы предлагаем всему научному сообществу просто поинтересоваться, что это такое. Если вы разберетесь, вы поймете.